Медицинский кластер Казанского федерального Рассказывая о концепции трансляции достижений ученых, Ильжат Гафоров акцентировал внимание журналистов на том, что подобная трансформация стала возможна именно благодаря объединению усилий науки и практики. Более того, вопросы, связанные с подготовкой врачей, исследованиями в этой области, они в университете определены как приоритетные. Всего у нас на сегодняшний день четыре приоритетных направления. В следующей точке в плане маршрута стал находящийся рядом реконструируемый комплекс зданий бывшего военного госпиталя. Вот три кампуса. Первый, второй и третий. И вот до дороги в территориях. Нам предстоит работы по благоустройству, которые мы должны будем тоже в летнее время проводить. Как рассказал журналистам Ильжат Гафоров, объекты здесь будут сданы уже к началу нового учебного года. С первого сентября здесь начнутся занятия для студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Военный госпиталь состоял из трех кампусов, которые нам передали. Крайние два кампуса, они должны быть сданы. Первый сентября здесь будут уже студенты. Обновленная клиническая база КФУ также не прошла мимо неутомимого взгляда журналистов. Здесь пресса поближе познакомилась с отделениями кафедры фундаментальных основ клинической медицины и совместной лабораторией КФУ Рики, которая открылась в 2016 году и занимается разработкой препаратов и новых способов лечения. Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Кьясов познакомил прессу с концепцией работы Биобанка, который также размещен на базе обновленной клинической базы. Одно хранилище – это биологический материал, который, так сказать, человеческий, он должен храниться для исследований, для поиска новых лекарств, для поиска всего. Следующий у нас, так сказать, мы пока не запустили его. Это для кожи, для костей, то же самое, для того, чтобы развивать вот эту регенеративную медицину. Главный тренд трансляционной медицины предполагает ускоренное внедрение научных открытий, что четко укладывается в широко распространенную в мире концепцию 4П-медицины – персонализированной, прогностической, профилактической и партисипативной. В Казанском университете расширили этот список за счет подготовки новых кадров для отрасли, подкрепляя все это новой точкой ухода за пациентами. Этим целям подчинено все. Даже комбинат питания КФУ переформатировал свою работу, создав единый центр по приготовлению пищи. Открылся он на базе университетской столовой на улице Аделя Кутую, 2Б. Здесь размещается производство, способное обеспечить все кампусы университетской клиники диетическим питанием. К слову, в этой столовой имеют возможность обедать и студенты ближайших общежитий. Можно с уверенностью сказать, что новые стандарты предоставления медицинской помощи в стенах здания медицинского кластера КФУ наверняка будет соответствовать всем мировым требованиям. Прощаясь с журналистами, ректор КФУ искренне поздравил прекрасную половину человечества с наступающим праздником. Хочу всех женщин поздравить с этим замечательным весенним праздником, пожелать удачи, спасибо вам большое и хорошего вам праздника. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Роман Самарин, Универньюз.